Ну что, вот такая вода. И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 4 июля 2024 года. Температура в Англии плюс 23, вот я вижу сейчас на градуснике, но это в тени. Если на солнышке на улице, то, наверное, будет и все 25. Я сегодня, друзья, вам расскажу ту, в общем-то, тайну, огромную, наверное, тайну, которая лежит на поверхности, но которую никто почему-то не замечает странным образом. Это тайна Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Это то, что мне рассказал мой муж Рентон. Он британец, англичанин коренной, и, конечно же, если бы не он, я бы этого тоже ничего не знала. А тут, как говорится, просто из первых источников, потому что об этом, как он мне сказал, все англичане знают, все об этом говорят. Ну вот, понимаете, кто-то говорит, что это сплетни. Ну а как еще? Ведь все равно, так или иначе, никто там не вращается в этом высшем обществе. И только то, что до нас доходит, это, наверное, и называется сплетнями. Ну вот так вот. Так существует мир. Как там еще говорят, царафанное радио или цыганская почта. Вот это все передает из уст в уста. И если кому-то не нравится такое повествование, то, друзья, вы лучше тогда и не слушайте, и не смотрите мои видео. Но прежде чем я вам начну рассказывать эту длинную любовную историю Елизаветы и Филиппа, я хочу вам рассказать еще один такой интересный случай, когда я спросила как-то моего мужа, а видел ли он сам кого-то из членов королевской семьи. И он мне сказал, да, я видел, и очень близко я видел принца Чарльза. Ну и, конечно же, я стала его расспрашивать, а что, как Чарльз выглядел, расскажи, симпатичный он, нет, вот как он высокий, стройный, вообще интересно твое впечатление. И он сказал, я навсегда запомнила это, вы знаете, неожиданный ответ. Он сказал, что я запомнил, как на нем великолепно сидел костюм. Ох, ничего себе, подумала я, вот это интересное такое мнение. И я стала расспрашивать, какой костюм, а почему так ты обратил внимание именно на костюм. Он сказал, шикарный материал, очень красивый серый такой цвет, очень хорошо сшит, просто с иголочки, нигде, ни морщинки, ничего. Так прекрасно подогнан к фигуре. Но вы знаете, я ведь своего мужа-то Рентона прекрасно уже знала, и он такой вообще-то немногословный. И чтобы он вот так вот это все рассказал и описал, это было для меня просто неожиданность. И вот я решила найти для вас именно этот серый костюм с иголочки на принце Чарльзе. Но вот здесь, понимаете, оказалось то, что, наверное, он предпочитает именно серый цвет, потому что очень много у него костюмов серого цвета. Но я вот нашла, да, действительно, костюм с иголочки. Посмотрите, мне кажется, вам тоже будет интересно посмотреть. Но потом я подумала, так, а почему я вам показываю короля Чарльза в нынешнее время, когда мой муж уже больше семи лет как умер. И, наверное, когда он его встретил, это был еще принц Чарльз, довольно-таки молодой человек. И я стала искать другие фотографии. Ну, в общем, я нашла вам много фотографий принца Чарльза, а также короля Чарльза именно в этом сером костюмчике. И костюмчик действительно сидит великолепно. Надо отдать должное королю Чарльзу, но, наверное, и не только королю, а его портным. Но, вообще-то, вы знаете, вот на удивление надо все-таки действительно отдать должное именно принцу Чарльзу, потому что выглядел он всегда чудесно. Он всегда был в форме, он всегда был подтянут. И, в общем-то, никогда у него ни брюшка такого не было, ничего. Да и сейчас он выглядит прекрасно, несмотря на свой возраст, довольно солидный. А вот еще я для вас нашла такую интересную фотографию. Вот посмотрите, можно ли здесь узнать принца Чарльза, да, с бородкой. Совершенно другой у него здесь вид. Наверное, тоже вам будет интересно посмотреть. Ну и еще нашла одну очень эксклюзивную интересную фотографию молодой принц Чарльз. И посмотрите, вот такой вот он лопоухенький был. И вы знаете, мне кажется, что сейчас все-таки он прибегнул к помощи пластики. И уши у него сейчас не так оттопыриваются. Хотя это, знаете, тайна, покрытая мраком, никто этого точно не знает. Потому что в Royal Family, в королевской семье, не приветствуются никакие виды пластических операций. И, как говорят женщины тоже в королевской семье, никогда не прибегали к пластике. Вот что касается, опять же, принцессы Кейт Миддлтон, то здесь большой-большой у нас вопрос и большой секрет. Делала ли когда-нибудь себе принцесса Кейт Миддлтон пластическую операцию? В частности, ринопластику. И очень многие говорят, что да, действительно делала. Потому что ее фотографии в молодости и фотографии сейчас, как вы видите, очень сильно отличаются. Но, друзья, если вы хотите, мы можем об этом с вами поговорить в следующий раз. А сейчас я снова хочу вернуться к принцу Чарльзу. К его костюмчику, знаете, и вспомнить. Главное, чтобы костюмчик сидел, да? Откуда это? Самое интересное, что ведь мой муж не знал об этом. Об этом выражении, таком крылатом у нас в нашей стране России. А вот видите, главное, как он сказал тоже, чтобы костюмчик сидел. Но я надеюсь, что вы запомните вот эту интересную историю, потому что я ее запомнила очень-очень надолго. А еще мне интересно было бы услышать от вас, друзья, а на что бы вы обратили внимание и что бы вам запомнилось, вот если бы вдруг получилось так, что вы увидели очень близко кого-то из королевского семейства, или принца Чарльза, или вот королеву Елизавету II, чтобы вы прежде всего запомнили и отметили для себя. Было бы интересно, если бы вы об этом написали и рассказали, и поделились вашими мыслями. И, кстати, друзья, я снова хочу обратиться к моим новым подписчикам, которых у меня на канале сейчас за месяц прибавилось больше 6 тысяч человек. А это очень много. Я всех вас приветствую на своем канале. Я очень-очень рада, что нас стало больше. Я также очень благодарна тем моим постоянным зрителям и подписчикам, которые давным-давно со мной. Я всех вас, друзья, помню и люблю. Но именно сейчас для моих новых подписчиков я хочу немного пояснить, что я приехала сюда, в Англию, в 2010 году, когда вышла замуж за английского джентльмена, которого звали Рентом. Вот я нашла вам фотографии. Фотографии – это наша первая встреча в Париже в 2009 году в ноябре. Мулин Руш. Да, вместе фотографий у нас нет, но вот мы фотографировали друг друга по отдельности. Вот это вот я. То же самое время. 2009 год. Да, друзья, это было давно. Я об этом очень много чего рассказывала. Если хотите, то вам все ссылочки будут внизу под описанием моим видео или в конце после ролика. Ну, или если кто-то разбирается, как можно это найти, легко на моём канале. Открыть мой канал, найти плейлисты и найти название плейлиста «Моя жизнь, мои истории». Потому что вопросов мне много задают, как я попала в Англию, кто такой мой муж. Ну и вот, чтобы всё это, если кто-то желает узнать, можете найти и послушать, друзья. Ну и вот, представляете, у нас уже 10 минут длится видео. И я обещала вам вторую часть рассказать вам большой-большой секрет королевы Елизаветы и её мужа, принца Филиппа. Но мне кажется, что, наверное, не стоит уже сейчас тут всё это мешать в одно. Потому что бывает так очень часто, что люди у меня спрашивают, а где посмотреть вот это, а где найти вот это в ваших видео. А у меня на сегодняшний день видео 1120 штук. И это огромное количество. Пересмотреть, конечно, все видео невозможно. Да я, в общем-то, вас и не призываю к этому. Я говорю о том, что будет легче нам в будущем находить сюжеты, именно то, о чём я рассказываю, если я не буду смешивать два сюжета в одном видео. А иначе невозможно это всё найти. Вот только из-за этого я сегодня своё видео для вас, друзья, заканчиваю. Бывает, вы знаете, такая тема, я уже сколько раз говорила, что вот я обещаю эту тему вам рассказать, и у меня всё никак не получается. То одно, знаете, мешает, то другое. Но я обязательно вам всё равно расскажу, потому что это интересно будет знать. И почему-то я уверена, что большинство, а может быть даже и все мои зрители, этого никогда не знали и не слышали об этом. Вот, друзья, а на этом я с вами своё видео заканчиваю. Я надеюсь, что вам понравилось. Опять же, жду подписки, жду ваших комментариев. Если кто-то желает сказать спасибо, суперспасибо, то я очень-очень буду этому рада. А на этом всем, друзья, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok